Наверное, сейчас практически уже все знают, что Яндекс.Деньги стали собственностью Сбербанка. С одной стороны, ну стали и стали, чего волноваться-то тут? С другой стороны, практически все авторы на Яндекс.Дзене пользуются Яндекс.Деньгами. То есть это чем-то для нас с вами чревато. Тут сразу же возникает куча вопросов. Первый вопрос, будут ли действовать наши Яндекс.Карты, ну то есть физические карты? Второй вопрос, сможем ли мы дальше выводить деньги с Яндекс.Дзена на свой счет в Яндекс.Деньгах? Или нам нужно будет подключать теперь другую платежную систему? Ну конечно, помимо этих вопросов, появляется еще куча мелких вопросов. То есть останется ли комиссия при выводе средств? Можно ли будет снимать наличку? Появятся ли еще какие-то возможности? Изменится ли правило пользования? В общем, вопросов больше, чем ответов. Меня, как и вас, я думаю, это очень сильно заботит, поэтому я попытался разобраться. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну, чтобы разобраться, первым делом я написал в техподдержку Яндекс.Денег. Я, конечно, написал еще и в техподдержку Яндекс.Дзена, но там ответа пока не получил. А вот с Яндекс.Деньгами получил ответ сразу же. Вернее, ну как сразу же. Я сперва написал весь перечень вопросов и ждал ответа оператора. Ну, то есть бота меня перевели на оператора, но оператор первый раз просто сбросил меня. Появилось сообщение, довольны ли вы ответом. Ну, конечно, я был недоволен ответом и повторил свой вопрос. В общем, так просто от меня отвязаться не получилось, но в конечном итоге отвязаться все же получилось. Вот что они мне прислали. Все остается прежде В общем, не очень грамотный ответ Ну, как бы не говорится так, все остается прежде Правильно говорить, все остается по-прежнему Ну ладно, может быть, оператор устал И не очень владеет в такой ситуации Правильными речевыми оборотами Ни юридического, ни продуктового перевода Клиентов Яндекс.Денег в Сбербанк Не планируется, это они пишут Пользователи сервиса остаются клиентами Яндекс.Денег Комиссия также сохраняется На данный момент у нас ничего не меняется О дальнейших действиях вас будут оповещать Короче, грубо говоря, меня просто Отшили, сказали, что все в порядке, все нормально Не парьтесь, у нас ничего не меняется Яндекс.Деньги никому не отходят Никому не переходят, так же все будет Ничего не изменится, но мы-то с вами знаем, что На самом-то деле не так, ну то есть Уже крупные СМИ об этом написали, что все поменялось Теперь Яндекс.Деньги будут принадлежать Сбербанку, а Яндексу будут принадлежать Там что-то у них какие-то свои Отношения с Тиньковым Ну так вот, давайте по порядку, что сейчас об этом, обо всем Известно, во-первых, Яндекс.Деньги На самом деле поменяют название С 15 декабря сервис будет называться Юмани. Это уже проверенная информация, которую Опубликовала РБК, которую ей сообщили В пресс-службе сервиса Причем там ребрендинг и название меняется не только у Яндекс.Денег Ну и у Яндекс.Кассы, которая теперь Будет называться Юкасса До этого момента будет использоваться и старый, и новый бренд То есть получается, возможно, поэтому они мне так ответили Что на данный момент для сервиса ничего не меняется Будем держать вас в курсе Возможно, новых пользователей будут включать к Юмани А старых пользователей, они так останутся На Яндекс.Деньгах Нужно ли будет менять свою старую пластиковую карту На какую-то новую, я думаю, не нужно Ну, либо они об этом сообщат На данный момент, конечно, об этом ничего не известно Но известно, что они планируют расширить Линейку пластиковых карт То есть помимо тех карт, которые уже существуют Они добавят еще некоторые новые карты Лично мне кажется, что перезаказывать ничего не нужно будет Можно будет пользоваться старой карточкой Яндекс.Денег Но, конечно, это только предположение Поживем-увидим Те сервисы и те возможности, которые сейчас есть в Яндекс.Деньгах Они, насколько я понимаю, их планируют сохранить и тоже расширить То есть они планируют туда прикрутить Сбербанк.ID Это такой единый вход во все сервисы Сбербанка Можно входить без логина и пароля Причем на все сервисы партнеров Сбербанка При авторизации с помощью Сбер.ID Данные в анкете партнера заполняются автоматически Я, на самом деле, таким никогда не пользовался Не доводилось, а не потому что чего-то там боюсь Но, может быть, придется теперь Еще планируется, как я понял, прикручивать Сберпэй Это, наверное, все знаете, то есть оплата с помощью мобильных телефонов На базе Android прикладываешь телефон Он оплачивает любые покупки Ну, телефоном я тоже никогда не оплачивал Всегда оплачивал по карте бесконтактной Просто мой старый телефон никогда такой функции не поддерживал Тут я телефон сейчас поменял, но привычка осталась Может, со временем тоже перейду Может быть, даже удобнее это, чем пользоваться тем, что у меня сейчас есть Ну и вроде еще одна функция Плати QR, которая будет туда прикручена Ну, тоже довольно, наверное, понятно всем Это возможность совершать платежи по QR-коду То есть наводишь телефон, вернее, камера телефона На QR-код и оплачиваешь Я, конечно, не эксперт в продуктах Сбербанка Поэтому мог что-то напутать Мог что-то не так, наверное, сказать Так что, если что, Сбербанк, прошу меня простить Я не специально Но помимо этих возможностей, я думаю, будут добавлены и многие другие Хотя меня в конечном итоге интересует только одно Можно ли будет оплачивать по карте без процентов Или нельзя будет Скорее всего, все это также сохранится Ну, потому что банкам и платежным системам довольно выгодно, когда оплачивают именно по карте В Яндекс.Деньгах никогда процент с этого не брался То есть, если прикладываешь карту, оплачиваешь, процент не берется Комиссия снималась только когда наличные пытался вывести И то больше 10 тысяч в месяц То есть, на Яндекс.Деньгах на данный момент можно вывести не больше 10 тысяч в месяц Вернее, можно и больше, но придется платить Если я не ошибаюсь, там комиссия после этого 3% Ну и на данный момент, как я посмотрел на моей именно карте Я думаю, у других то же самое Ну, зависит от типа карты Так вот, на моем счете максимально можно хранить 500 тысяч Если Сбербанк меня сейчас смотрит, то, может быть, вы уберете это ограничение? Со временем, я думаю, она сумму наберется И что мне останется делать? То есть, выводить деньги, но там получится, что если я выложу больше 10 тысяч Опять же, процент Если я зарабатываю как самозанятый больше этой суммы Все переводится на Яндекс.Деньги Хотя, конечно, непонятно еще, как Яндекс поступит И оставит ли Яндекс.Деньги, вернее, уже Юмани Как свой инструмент для самозанятых Может быть, они и сменят его Но в целом, не хотелось бы выводить большую сумму с процентами Либо процент нужно убрать, либо ограничение на 500 тысяч А иначе придется бегать, как сумасшедший, по всем продуктовым магазинам И оплачивать карты И не только по продуктовым везде бегать и оплачивать картой Ну, либо тратить намного больше денег Я, на самом деле, накуплю лучше всякой фигни, чем потрачу ту же сумму на комиссию При переводе Ну, а так, в целом, я думаю, бояться особо нечего Ну, чего бояться? Потеря анонимности после того, как все будет переведено в Сбербанк Да, эта анонимность, она как бы и сейчас уже исчезла Если кто не знает, то в России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные Ну, то есть, анонимные кошельки теперь можно пополнять только с банковского счета Там, кстати, это изменение не только Яндекс.Деньги затронуло А еще Kiwi, WebMoney и даже транспортные карты Стрелка Ну, вообще, мне кажется, было бы очень удобно, если бы можно было бы взять деньги, скажем, с Яндекс.Денег И перевести их на какой-нибудь счет в Сбербанке Ну, то есть, это и сейчас можно, но если бы это можно было сделать вообще без какой-либо комиссии Свободно переводить туда-сюда Будет ли это реализовано? Я пока не знаю Вообще, информации на данный момент крайне мало Хотя, раз уж пресс-служба Яндекс.Денег говорит об этих изменениях То странно, что вот оператор, к которому я обращался Скрыл от меня эту информацию и сказал, что все в порядке, пока юридически ничего не планируется Я не знаю, специально она так сказала, посоветовалась ли с кем-то, не посоветовалась Может быть, это была ее личная инициатива, или ей сказали так сказать Пока я записывал это видео, тут как раз пришел ответ еще и от Яндекс.Дзена Ну, то есть, как я уже сказал, я отправил вопрос и в Яндекс.Деньги, и на Яндекс.Дзен Яндекс.Дзен вот что ответил Здравствуйте, на данный момент никаких изменений в процессе вывода средств не появилось Граждане РФ все еще будут выводить средства на кошелек Яндекс.Денег Если будут какие-либо нововведения, вы сможете узнать об этом из наших социальных сетей Хорошего дня, с уважением Ника Ну, то есть, по сути, они ответили примерно то же самое, но в более аккуратных формулировках Если в том сообщении на Яндекс.Деньгах мне писали, что ни юридического, ни продуктового перевода клиентов в Сбербанк не планируется То тут так, конечно, не пишут Тут просто написали, что будут держать в курсе Вообще, конечно, странно, что они мне ответили, что ни юридического, ни продуктового перевода клиентов Яндекс.Денег в Сбербанк не планируется Потому что даже в Википедии уже указано новое название YouMoney, а владельцем компании указан Пау Сбербанк Здесь также можно найти информацию, что после продажи акций компании Яндексом единственным акционером Яндекс.Денег является Сбербанк Так что можно было смело им написать в поддержку А почему тогда в Википедии написано, что Яндекс.Деньги уже принадлежат Сбербанку Так что я вообще не понимаю, зачем это скрывать Может, они, конечно, в техподдержке формулировки не очень верно подбирают И поэтому мы вот так друг друга не поняли Будем следить за развитием событий Я думаю, пока переживать не о чем Ну, разве что в самом страшном случае Нас ждут такие вот не очень приятные изменения В плане того, что нам нужно будет переоформляться Оформлять себе новые карты То есть взамен старых со старым логотипом Ну, не хотелось бы этого делать Ну, а на этом пока что все Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится На инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока!